МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях. В студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Бюджетное присвоение, как во избежание предвзятости, Харьковский суд избирал меру пресечения зампредседателя Запорожского облсовета. Мост к следователям. В Днепре прокуратура проверяет, как были потрачены деньги на подсветку переправы. Кладбище пластика. Откуда на территории бывшей автобазы в Кировоградской области тонны разобранной техники и чем это может обернуться? С новыми ссорами, как новое правительство Австрии умудрилось разругаться с международными организациями и странами. Президент внес в парламент законопроект об антикоррупционном суде. Зарегистрирован документ как неотложный, об этом сообщается на сайте Верховной Рады. Так что он имеет все шансы быть принятым, как только депутаты вернутся в сессионный зал, то есть в середине января. Предыдущий проект авторства ряда нардепов раскритиковала Венецианская комиссия. Его несколько раз пытались отозвать, но только на нынешнюю неделю нашлись голоса. Напомню, создать антикоррупционный суд требует от Украины Еврокомиссия, в противном случае Киев может лишиться без виза. К тому же это одно из условий Международного валютного фонда, от этого зависит очередной транш. Канцлер Германии Ангела Меркель приветствует шаг Петра Порошенко по созданию независимого антикоррупционного суда. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Германии. Его обнародовали по итогам вчерашнего телефонного разговора между Меркель и президентом Украины. Накануне пресс-служба президента сообщила, что эксперты предоставили Порошенко законопроект об антикоррупционном суде. Документ учитывает рекомендации специалистов ОБСЕ и выводы Венецианской комиссии. В Харькове избирают меру пресечения арестованному в Запорожье заместителю главы облсовета Владиславу Марченко и его брату-бизнесмена Марку Марченко. Их арестовали по подозрению в присвоении почти 90 миллионов бюджетных гривен. По данным прокуратуры, только в этом году они провели более 10 тендеров, но фактически конкурса не было, поскольку госзаказ, по данным прокуратуры, разыгрывался между подконтрольными фирмами, часть из которых были попросту фиктивными. Составлялись акты якобы выполненных работ, деньги перечислялись, а затем обналичивались. Прокуратура просит судоставить подозреваемых под стражей с возможностью залога 87 миллионов гривен. Идет мова про шкоду у 87 миллионов гривен бюджетом Запорожья и Мелитополя. Мы требуем держать под вартою с возможностью внесения заставы именно в размере этой шкоды каждому. Постает вопрос, что мы делаем в Харкове, если злочин, за версией прокуроров, скоя на территории города Запорожья. У нас есть сумнение, что эта справа именно тому расследуется в прокуратуре Харкевской области, чтобы эти два колпотания попали в суд. Заинтересовалась прокуратура и Кайдакским мостом Днепр. Мы уже рассказывали, что за его освещение город заплатил 13 миллионов гривен. Местные активисты подозревали чиновников в растрате. Теперь под следствием оказался один из сотрудников горсовета. Что ему грозит, выясняла Елена Миндалюк. К 35-летию Кайдакского моста чиновники с помпой представляют его новое освещение. Почти два километра переправы, подсвечены разноцветными светильниками. Из городского бюджета потратили 13 миллионов гривен. Денег, говорят чиновники, было не жалко. Все лампы энергосберегающие будут экономить на электроэнергии. У нас на сегодняшнюю экономию от освещения на мосту составляет в два раза. За счет этой экономии у нас компенсируются возможности подсветки самого моста эстетическая часть. Однако теперь потраченные суммы заинтересовались в областной прокуратуре. В июне департамент стратегического развития провел тендер на реконструкцию сети освещения Кайдакского моста. Выполнить работы пожелали три фирмы. Главными конкурентами стали Электроспедстрой и Сенчежис. То есть первый участник, у него было предложение 11 миллионов 800 тысяч. Его отклонили, так как у него не был полный пакет документов. Некоторые справки у него отсутствовали. Но при этом второй участник, у которого было предложение более 13 миллионов, с ним подписали договор. Компания Сенчежис, по словам эксперта, тоже не предоставила все необходимые документы. Мало того, создана она всего четыре года назад, не имеет опыта по освещению мостов, плюс взялась за работы, имея в штате всего трех сотрудников. В данном случае господин Резник, по моему мнению, нанес ущерб к территориальной громаде, более чем один миллион гривен, то есть, соответственно, надо в судах решать вопрос, имел он на это право или нет. Сергей Резник, это начальник департамента стратегического развития Горсовета. Именно он подписал договор. В областной прокуратуре открыли огловное производство. Говорят, расследуют возможное присвоение чиновникам бюджетных средств. Больше информации не дают, ссылаются на тайну следствия. По этому делу ни меня, ни моих специалистов, ни уполномоченное лицо, которое занималось тендерной документацией и акцептами, не было ни опрошено, ни вызвано. Мы все документы по требованию правоохранительных органов готовы представить и дать необходимые пояснения. Были махинации с бюджетными деньгами или нет, должны разобраться. Следователи, если вину чиновника докажут, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Елена Мандалек, Евгений Конецов, подробности, телеканал Интер, Днепр. Америка предоставит Украине оружие. Об этом говорится в заявлении Госдепа США. Его цитирует информагентство Reuters. Помощь носит исключительно оборонительный характер. Сказано в документе, чтобы Киев мог защитить территориальную целостность и сдержать дальнейшую агрессию. Об одобрении плана по продаже вооружения объявит президент Трамп. Об этом со ссылкой на свои источники в Госдепе сообщает американский телеканал ABC News. Общая стоимость оборонного пакета составит 47 миллионов долларов. В списке могут оказаться и противотанковые ракеты системы Javelin. Это же подтверждает и агентство AFP, хотя официально Госдеп информацию пока не подтверждает. Но в случае одобрения план передадут в Конгресс, у которого будет 30 дней на рассмотрение. Украина все же получит летальное оборонительное оружие из США. Это подтвердил Петр Порошенко на своей странице в Фейсбуке. Президент отметил, что об этом решении руководство США стало известно во время его разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Глава государства подчеркнул, что американское вооружение украинские военные будут использовать на Донбассе исключительно в целях обороны. Но такие планы США грозят срывом мирного урегулирования боевых действий на Донбассе. Об этом изданию РИА Новости заявил замглавы МИДа России Григорий Касин. По его словам, поставка любых вооружений Украине только усугубляет конфликт и ставит под сомнение перспективу выполнения минских договоренностей. Чиновник подчеркнул, что подобные действия вредят диалогу между Киевом и боевиками, а без этого, отмечают в РФ, кризис решить невозможно. Боевики нарушают рождественское перемирие, которое действует с начала суток. На Луганском направлении, в районе Светодарской дуги, противник активно атакует из крупнокалиберных минометов и гранатометов. А на Донецком направлении, вблизи Авдеевки, враг бил из пулеметов. В районе Маринки пророссийские наемники постоянно провоцируют украинских военных на ответный огонь. Наш военкор Ирина Баглай расскажет подробнее. Пулеметы и гранатометы этим вооружением боевики регулярно выманивают наших военных на ответный огонь. Такая хаотичная стрельба прикрывает охоту вражеских снайперов. В огонь открываем недолго, короткие черви. И делаем замену. После провала боевики создают картинку для своих СМИ и стреляют по своим же позициям. В минометы кинули, ждут ответку. Не получается ответка, они начинают между собой воювать, потому что им нужна картина. Правда, в свою сторону бьют снарядами с меньшей площадью поражения. И кидают РПГ, эти самые, кумулятивные, для того, чтобы меньше осколков, меньше кого-то зацеплять. Под Донецком на передовой Марьинке военнослужащие уже четвертый год вынуждены узнают новости только по сепаратистским и российским телеканалам. Уже началась война артиллерии и СМИ. Атакуют боевики и сознания жителей оккупированных и прифронтовых территорий. В последний раз обвинили вооруженные силы Украины якобы в обстреле мирного населения. Противник начал обстреливать наши позиции. Наши хлопцы зареагировали очень быстро. Они уничтожили боевую машину их и уничтожили разрешение КГС. Хотя, так бы сказать, их руководитель говорит, что мы уничтожили какой-то мусоровоз. Хотя мусоровоза біля Терекона в темную пору дубы и будет не может. Сначала боевики указали, что стрелял снайпер, но ложь разоблачили международные наблюдатели ОБСЕ. Как указано в отчете, ранение осколочное.